Очень по тебе скучаю и очень сильно тебя люблю. Ты самый лучший мужчина в мире. Мой спаситель. Так Лилия Чанышева пишет своему мужу, Алмазу Гатину из СИЗО. На свидание к ней его не пускают. Последний раз они виделись два месяца назад. У двора есть лица на комитете. Я смог ее обнять, поцеловать. И она сказала такую вещь, что даже если я выйду через 10 лет, я тебя не забуду. Это были ее последние слова. Наверное, все смотрели фильм Интерселлар. Помните, в конце, когда дочь Мерфи обращается к отцу и говорит, что... Она где-то там, в далекие космосы, строит новый мир под новым солнцем. Это был парчок в пустоту. Это была очень боль. Извините. Надо быть сильным, потому что я еще тяжелее. Лилия Чанышева возглавляла штаб Алексея Навального в Уфе. Она занималась борьбой с коррупцией, проблемами экологии, баллотировалась в Горсовет. За четыре года работы в команде Навального ее несколько раз задерживали, заключали под стражу. У нее дома велись обыски. Но Лилия никогда не боялась, рассказывает ее муж. Даже когда ФБК и штабы внесли в список экстремистов и ликвидировали, вопрос об отъезде в их семье не стоял. Такая сила воли, понимаете. Сильный, настоящий человек, преданный своей стране, своей родине, своим людям. Поэтому за эти пять лет, которые мы с ней вместе, я старался показывать ей мир. Мы, да, ездили, смотрели море страны. Последний раз, по-моему, в 2020 году, еще в январе, до локдауна, мы смогли съездить в Вену, посмотреть выставку Караваджи и Бернини. Были в Греции, в Афинах, посмотрели эти места. Мир прекрасен. Но это наша сторона и это наш выбор. В ноябре прошлого года в квартиру Алмаза и Лилии пришли с обыском. На следующий день ее задержали и отправили в СИЗО, несмотря на предполагаемую беременность. Чанышеву арестовали по делу о создании экстремистского сообщества. Его следственный комитет возбудил против Навального и соратников в сентябре прошлого года. Лилии грозит до 10 лет лишения свободы. О каком экстремизме идет речь? Речь идет об обычной, вполне здоровой политической борьбе, которая никак не может признаваться экстремизмом. Там нужно, конечно, подробно говорить о том, что написано в постановлении о возбуждении уголовного дела, о том, что там написано, что одно из проявлений экстремизма было требование о смене власти. Но вообще у нас в Конституции написано, что у нас действует принцип смены власти, и требований этого в этом нет ничего незаконного. Чанышева единственная, кто находится под стражей по этому делу. В ноябре задержанную этапировали в Москву. Адвокат Даниил Берман первый, кому удалось увидеть ее с тех пор. Лилия там не унывает, чувствует себя нормально. И, можно сказать, занимается, продолжает заниматься активизмом по-своему. Она готовит свои какие-то предложения, например, по раздельному сбору мусора в изоляторе. Плюс она какие-то свои предложения готовит по развитию телемедицины. В общем, она продолжает такую вести активный образ жизни, насколько это условно возможно, вследствие изолятора. Запрещая свидание с мужем, на Лилию оказывается давление, считает ее адвокат. Но Алмаз все равно несколько раз в неделю приходит к СИЗО, передает жене продукты. Я очень рассчитываю, что супруга в скором времени будет на свободе. Потому что ценность человеческой жизни, свобода, любовь, мы не должны отчаиваться. В мире очень много доброты и справедливости, к сожалению, пока с этим с моей супругой произошло. Но будем бороться. Алмаз часто заходит в храм неподалеку от СИЗО. Он знает, что Лилия видит эту церковь из окна своей камеры. Так он чувствует себя чуточку ближе к жене. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!